Так, здравствуйте, гости нашего гостевого дома в Чумитаквадже, гостевой дом Гавана, магистральная 148. Сейчас мы пойдем от дома до, не на море, а пойдем на водопад. Это где-то займет примерно минут 20, но где-то будем ускоряться, где-то пойдем в реальном времени. Пойдемте. Идем, ну уже много раз уже ходили вокруг двора, идем на водопад. Так, что вам рассказать. 2017 год, осень, весна была вообще просто прохладная. В том году, 1 мая, уже колосились гортензии. Сейчас гортензии еще недельки, две, три и появятся. Дорога на водопад у нас такая же, как на пляж, только мы пойдем не на пляж, а пойдем в другую сторону, на сторону федеральной трассы А147. Так, у нас все по-старому. Бамбук есть, солнце светит. 1 мая, время у нас сейчас 11, нет, не 11, 9.32. Идем на водопады. Привет. Так, вот вышли, дома видим, 148 видим. Идем вниз. Вот уже как дня 3-4 появилось, у нас солнышко вышло. Буквально 4 дня назад был град. Еще прям реально шел град. Так, сейчас спускаемся. Ну, эту дорогу уже посмотрели более тысячи раз. Как идти? Еще раз покажу, где ставить машины. Стоянка для машин у нас тут по пути. Так, вот. Вот здесь место. Все, это когда-то было, все в колючках было, непроходимые колючки. Тут соседи наши почистили себе место. Мы себе почистили. Я чищу для гостей. Раньше машины стояли, прям везде стояли машины. Как бы не развернуться, не повернуться. И так. И вот тут два места тоже чищу, как бы. Для трех машин, гостей гостевого дома, можно поставить, как бы, в отдельные такие секции. Бывшие лодочные гаражи времен СССР. Сейчас это все земля железной дороги. Вот, лягушки квакают. Вон там море. Сейчас месяца два шли дожди. И на море полностью пока проход, так вам сказать, проход полностью залило. Но два-три дня и уже можно будет, пешеходная часть на море будет открыта. Как бы, сейчас мы как ходим? Подымаемся здесь и спуск на море. Сейчас идем через железную дорогу. Но, потому что два месяца шли дожди. Буквально два-три дня и осушится. И тропа будет на море проходить прямо на пляж, прямо под мостом. Не нужно будет пересекать железную дорогу. Но сейчас мы сегодня днем пойдем, будем идти через желез... Через железно-дорожные пути. Вот. Сейчас мы идем не на море, а идем в лес. Ну, в лес тут еще немножко будет поселка. Так. Сейчас дойду до знакового места. Автомобилисты, когда подъезжают, там небольшая горочка, они прям думают, что вах, прям, куда мы едем. Вниз, небольшой, как бы... Ну, когда первый раз едешь, кажется, что круто, прям, такой спуск. А на самом деле... Сейчас, ну, сейчас это немножко такой нюанс для автомобилистов. Дойду до горочки. Сейчас все увидите. Буквально еще 10 секунд. И вы все увидите. Автомобилист. Вот. Сзади меня такой подъем. Когда сверху спускаетесь, первый раз подъезжаете, думаете, что горка прям... Рекс гавкает. Рекс гавкает. Привет, Марк. Тут люди живут. Не мы тут одни. Вот я поднимаюсь по горке. Когда с нее спускаешься первый раз, кажется, что прям, прям, как будто на американских горках. Вот я стою. И... Ну, многие боятся. Доезжая до этого места... И думают, куда ехать дальше. Дальше ехать нужно вниз. Вниз к морю. Сейчас я ускорюсь немножко. Так, вот я дошел в съезд к нам. К нам вниз. Съезд дороги до нас 500 метров. 500 метров. Ориентировочно по высоте. Мы, если находимся возле моря, то все время вниз-вниз-вниз, это буквально... Сейчас высота над уровнем моря где-то метров 70. Высота над уровнем моря. Вот. Автобусная остановка. Съезд к нам. Это третья... Третья автобусная остановка у знака Чемедакваджи. Ехать нужно 2 километра, и сразу будет... Автобусная остановка сразу за ней съест. Перед съездом будет знак. Вот. Магистрально люди тут живут. 148-й дом. В принципе, в другом видео вы видели, как это делать. Ну, в другом видео есть, как ехать на машине... Как ехать на машине до нашего дома, чтобы вы не заблудились. Вот идет федеральная трасса. О, а, кстати, еще один важный момент. Остановка по требованию. Так, автобусы. Лазаревская Сочи ходит с 4 утра до 9 вечера. До 9 вечера. Каждый час в 41 минуту. Лазаревская... Из Лазаревска в Сочи. Он здесь останавливается, и каждый час вы можете уехать в Сочи, те, кто не хочет ехать на электричке. Электричка в Сочи ходит 6-7 раз в день. Но каждый час вы можете уехать на автобусе. Также вы можете уехать в Лазаревской большой Кичмай, Малый Кичмай, и какой-то Череповецкий автобус тут проходит. Но каждый час, в 41 минуту, можете уехать в Сочи. Вот с этой остановки. Остановка просто обозначение, что остановка. Как бы карман сбоку, больше вы... Как бы основок, как таковых, ну, не навеса, ничего. Просто знак, основка по требованию и карман. 2 километра со стороны. Если ехать с Москвы, увидели знак Чемитакваджа. 2 километра съезд, вывеску увидели. Съезжайте к нам в лес, ничего не пугаемся. Переходим дорогу. Аккуратно. Федеральная трасса гоняют все. Сейчас мы дождемся и наверняка пройдем. Так, не пройдем. С ним когда страшно. Так. Все. Прошли дорогу по пешеходному переходу. Вот там остановилась машина. Там у нас спуск к нашему дому. Так, с этой стороны автобусной остановки никаких опознавательных расписаний нету поездов, автобусов. Но тоже, как в Сочи идет каждый час с 4 утра до 9 вечера. До 9 до 10 вечера. Так и из Сочи ходят каждый час автобусы Лазаревска. Лазаревска и Сочи ходят каждый час с 4 утра до 10 вечера. 10 вечера. Автобусная остановка. Так, все. Все, мы идем на территорию Национального парка. Машина едет в магистраль. Наш дом находится в 500 метрах от съезда. Ни шума машин, ни то, что там ваши дети выйдут на дорогу, выбежут. Такого нету. Центральная магистраль Москва-Сочи А-147. Так, входим в Национальный парк. Видим табличку. Сбор краснокнижных растений запрещен. Так, так что на краснокнижные растения не собираем. До сюда я поднялся за 12 минут. Еще чуть-чуть. Вот так. Дальше, если пройти по дороге, буквально еще метров 500, и можно прийти к магазину, и там два кафе ли там есть. Магазин, два кафе по дороге вверх, это если идти по более пологому склону. Как машины ездят. А также между домов можно подняться до магазина. Тоже минут за 10. Ну, тропинка между домами, но она будет немножко крутая. Сейчас мы пошли... Там, где машины ездят, полого. Два раза длиннее, но более полого. А так можно подняться до магазина напрямую. Речка. Сейчас покажу, что речка есть. Вон та речка, которая сейчас течет. Вон там, под дорогой проходит речка, которая сейчас вытекает в море. Она, собственно, течет отсюда. Ладно, идем на водопады. Так, сейчас я ускорюсь. Тут буквально осталось тоже пройти 500 метров, и увидим водопад. Так, вот мы пришли на водопад. От трассы метров 500 идти минут 10. До водопада можно зайти бесплатно. Никто за вход не берет. Нет, здесь и летом не берет. И летом, и зимой. Вот мне повезло. Люди готовятся к зиме. Собирают поваленные деревья. Поваленные деревья. Пилят, рубят. И готовятся к зиме. До сюда можно доехать, в принципе, на УАЗике. Если у вас есть машина, до сюда без проблем можете доехать. Но цель нашего визита был водопад. Буквально от дома до сюда вы можете дойти за 20 минут. До веха за 10 перешли дорогу, и сразу вы попали в национальный парк водопад. Сейчас я... Водопад. Как-то сейчас это все выглядит. Деревья немножко соберут на зиму себе люди. Поднимусь. Так. Ну, наверх поднимусь. Сейчас я покажу, как это сверху все это дело еще раз выглядит. Так. Вот. Буквально только что появилась новая функция. Джипинг. Прям забирают от дома. Везут на водопады. На любые, какие захотите. 33 водопада. Каньон прохладный. Прям к дому подъезжают. К 10 утра. К 10 утра. Собирается... Ну, в доме максимум помещается 21 человек. Погрузка в джип... В джипинг. Джипинг. 6 человек. 6. Максимум 7 человек. Стоимость экскурсии 800 рублей с человека. Можно... Прямо с дома забирают. 10 утра. Созваниваемся за день-два. Если вы хотите на какую-то экскурсию поехать. Прямо подвезут к водопаду. Но не к бесплатному, а к красивому большому. Это сейчас у нас экскурсия по бесплатному водопаду. Который вы можете сами пешком посетить. А джипинг вас привозят. В 10 утра вы смотрите водопад. Каньон прохладный. Очень там... 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 Лесники. Тропинки. Все очень цивильно, культурно. Красивые водопады. Красивый каньон. Смотрите. И вас привозят назад. Прямо к дому. Второй вариант развития событий. Если вы хотите отдохнуть, тоже стоит 800 рублей. Но экскурсия начинается в 5 вечера. Потому что на всех этих объектах есть увеселительные мероприятия. Плюс какие-то кафешки. Где вы можете сразу и покушать. Вас привозят. Вы бронируете, говорите по меню, что вы будете кушать. Дальше отвозят на водопад. Вы там смотрите водопад. А потом на обратном пути вы смотрите еще концертную программу. Это как бы из развлечений. Только что познакомился. Люди живут чуть выше. Ну, на самой верхушке горы. И вот еще совсем буквально я. Не буквально, а вот-вот-вот. Сейчас подойду и вы увидите водопад. Какой он есть с верхней точки. Так вот, я разворачиваюсь. И оп. Водопад. Сюда можно дойти бесплатно, без всяких сборов. На всех входах в рекреационные объекты. Вход. Я давно не ходил. Наверное, от 50 до 150 рублей вход. Только чтобы зайти в национальный парк. Сюда вы можете зайти бесплатно. Дойти до водопада можно за 20 минут от дома. И насладиться такой вот красотой. Кавказского края нашего края. Что еще, какие пожелания. Летом. Сейчас шли дожди 2 месяца. Ну, летом немножко он пересекает. Как бы не такой он прям журчащий. Летом немножко он поскромнее. И нужно мазаться от комаров. Чем-нибудь прыскасать. Мы в 16 году ходили. Живность тут большая и кусается. Нужно чертопшикаться. Чтобы не испортить себе впечатление. А так, в принципе, в лесу можно, отдыхая у нас, попасть в такое красивое место. И вот, если хотите, вот этот вот джипинг отвезет вас куда угодно. 6 человек. Полная посадка. И на любые водопады можно попасть. Телефон не оставили визиточку. Все организуем. Все. До встречи. Ждем вас у нас в гостях. Гостевой дом Гавана.